Привет. Это Лена. Сегодня я вам расскажу свое индивидуальное открытие. Открытие – это когда что-то открывается новое для всего мира. Индивидуальное открытие – это когда ты для себя открываешь что-то, что всему миру, ну или какой-то части этого мира известно, в принципе, задолго до тебя. Я для себя в английском языке открыла такую вещь, как «Что такое восхитительный артикль?». Я тут слышала, что большинство народу вроде как не любят артикли, но мне эта идея не ясна. Вот смотрим. То есть это мой любимый сериальчик, который я первую серию, наверное, уже засмотрела до дыр. Вот сейчас мы посмотрим момент, который подтвердил мое убеждение, что артикль – это вещь вот просто восхитительная. Смотрим эпизод. Продолжение следует... Так, я проскочила. Сейчас вот мы вернемся вот сюда. Так, вернемся, вернемся, вернемся. Вот. Вот она. Вот ее лайка, дринь книг. То есть сначала мне казалось, что я поняла, что она спрашивает, будешь ли ты пить. Действительно, она спрашивает именно это, но она спрашивает немножко не так. То есть, вот, то есть, желал бы ты, то есть, находить приятным, то есть, там, лайк, желать. А вот дринь – это не выпить. Перед ним стоит артикль А. Эй, А, Э, Э. Would you like a drink? Would you like a drink, ник? Дринь – это в данном случае существительное. Это напиток. То есть она спрашивает, хочет ли он напиток. Так, в данном случае я, в принципе, по смыслу и так поняла, о чем здесь идет речь. Но. Но, 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 но. То есть я вот тут пытаюсь отвернуться, чтобы ко мне YouTube не пристал с вопросом собственности. Хотя могут, наверное, и так пристать. Поэтому вот будем смотреть на овечку. То есть артикль показывает, что это существительное. И когда я захожу в мой драгоценный гугл-переводчик и набираю здесь слово «дринк», так, ладно, видишь. какой из меня писатель русский. Пить, пить, дринь, да? То есть вот я беру. Вот мы думаем, что пить вот это вот оно дринькое. Нифига подобного. То есть берем английский, ставим вот сюда этот дриньк и на выходе получаем как имена существительные, так и глаголы. Вот они. И в зависимости от того, есть артикль или нет, мы это слово будем переводить по-разному. То же самое происходит и с очень большим количеством других слов. То есть в русском языке такая история, как пить и выпить. То есть мы эти слова не перепутаем, они даже по длине разные. Здесь это абсолютно одно и то же слово. И именно артикль, именно артикль даёт мне возможность понять, что речь идёт о существительном. Поэтому я не понимаю всех этих разговоров об ужасных артиклях. То есть артикль в английском языке при их написании это вот важное, нужное и можно сказать, ну, неотъемлемая часть языка. Вот. Мои наблюдения по поводу артиклей. Ну, как-то так. Всем спасибо.